РАЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ По-прежнему героически обороняется Мариуполь, хотя оккупанты уже запланировали провести там парад на 9 мая. Надо же хоть что-то скормить ватникам в качестве победы. А ватники готовы проглотить любую ложь, сказанную в зомбоящике, даже самую чудовищную. Чего стоит одно только заявление Лаврова, которого почему-то еще называют министром иностранных дел, хотя он давно уже превратился в обычного пропагандона. Цитата. Он, Зеленский, выдвигает аргумент, какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят. Министр иностранных дел Израиля Яйр Лапид заявил, что слова Лаврова непростительны, возмутительны, является грубой исторической ошибкой. Сказать, что Гитлер был евреем, все равно, что сказать, что евреи убивали сами себя. «Нацисты преследовали евреев. Только нацисты были нацистами. Только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа», написал он на своей странице в Твиттере. Что ж, ватники до сих пор повторяли, как попугаи, одну чудовищную ложь, что в Буче это украинцы убивали украинцев и даже подыскивали некие нумерологические аргументы. В нумерологию, хиромантию и мировой заговор они верят охотнее, чем в спутниковые снимки. Теперь у них появилась вторая чудовищная ложь – евреи убивали евреев. И что-то мне подсказывает, что и для этой они найдут аргументы. Когда в головах каша вперемешку с ватой, это несложно. В их головы помещается бред о нацизме украинцев и евреев. А вот Россия, осуществляющая в Украине откровенный геноцид и фашизм, это освободитель. На фоне продолжающейся войны и непрекращающейся провокаций в Приднестровье, некогда президент, потом главный оппозиционер нынешней власти, а сейчас просто бизнесмен Дадон заявляет следующее. Европейские бюрократы предлагают нам вооружить нас. Зачем? Чтобы наши молодые люди погибали на поле боя, следуя интересам Европейского Союза и НАТО. Это после официального визита в Кишинев главы Европейского Совета Шарля Мишеля, который во время пресс-конференции с Майи Санду заявил, что Евросоюз намерен оказать Молдове военную поддержку. Он не стал раскрывать подробности, но сказал, что ЕС начнет с действий, которые увеличат логистику киберзащиты республики. Бывшему главнокомандующему следовало бы знать разницу между логистикой киберзащиты и вооружениями. И что на обещанные 8 миллионов евро особо не навооружаешь нашу армию, которую в последние 30 лет только и разоружали. И да, нейтральная страна должна быть хорошо вооружена, а подельники-кулечники Додона, именуемые партией социалистов вместе с коммунистами, и вовсе договорились до полного разоружения Молдовы в рамках некоего мифического постоянного нейтралитета, запрещающего нам участвовать, размещать и транзитировать и прочее. Поскольку финансируются эти деятели России, то особо позаботились они о Приднестровье, которое вступит в постоянный нейтралитет только после окончательного решения Приднестровского вопроса. Вполне объяснимая для агентов чужого государства позиция. Мы еще их увидим через несколько дней, гордо носящих ленточку, под знаком которой оккупанты творят зверства в соседней Украине. Их это не смущает, как и то, что хождение с ленточкой придумано в сурковских лабораториях в 2005 году. Повторю, Молдова не правоприемник СССР, как Россия. И российские праздники – это не наши праздники. Мы должны праздновать победу над нацизмом 8 мая вместе со всем миром. А 9 мая – это день Европы. Ватники по-прежнему думают, что война началась в 1941. А все, что было в 1939-1941 годах, когда СССР был союзником гитлеровской Германии и освобождал сопредельные страны, этого просто не было. Как сейчас не было пучи. Штрафы за ношение ленточки их тоже не страшат. Отрабатывают копеечку. Интересно, им тоже в рублях платят или только Газпрому?